Привет, Страж! С тобой снова я, Джонни Лейни, а это новое видео о Destiny 2 Военный Разум на канале Triple Vipe. С последним патчем 1.2.1 в игре появилась новая функция, вернее новый плейлист в разделе PvP Polygon Garnella, или как он называется в английской версии, Laboratory Crucible. Плейлист был анонсирован разработчиками еще когда они выкладывали график обновлений после релиза Военного Разума, и вот, наконец, игроки дождались его добавления в Destiny 2. Сама идея крутая, устроить такую что тестовую площадку, на которой игрокам бы давали на пробу новой фичи Garnella, однако, видать, большинство игроков, да и я в том числе, ожидали чуть больше, чем получили. Давайте разбираться. На этой неделе протестировать предлагают новый режим. Название ему пока не дают, но суть его такова. Это даблс, только тут вас не двое, а четверо. Ну то есть, раунды ограничены по времени, и в каждом побеждает команда, сделавшая большее количество убийств. Звучит просто, играется тоже довольно элементарно. Не сказать, что это прям что-то интересное и новое. Такой режим легко можно было бы добавить в плейлист состязательного гарнила, но нет, прежде его нужно протестировать. Я полистал отзывы разных игроков, разного уровня и все схожи в одном, что это прикольный режим, но на пару вечеров. На мой взгляд, игры длятся слишком долго, нет лимита по киллам, сделай ты хоть 100 киллов в минуту, она не остановится. Я так понял, окончания матча в случае слишком большого разрыва по очкам тоже почему-то нет. Да и в целом, нет чувства, что нам вот нужен еще один простой командный режим. Надеюсь, нам предложат для теста некие обжектив режимы, как например рифт из первой части, который в каком-то смысле был аналогом захвата флага. Или чем черт не шутит, комбайт армс режима с техникой. Суть в том, что рассчитывало сообщество на более важные тесты что ли, на изменения в песочнице, типы урона, слотов оружия или, прости господи, тайм ту килл. И да, я знаю, банджи поясняли в твиттере за сутки до старта, что сэндбокс тестировать на полигонах не станут. Но почему бы нет, куда интереснее было бы запускать режимы с измененным балансом, чтобы отслеживать как игроки отреагируют на изменения времени отката гранат, например, на им рукопашные атаки и так далее. А потом на основании этой информации уже принимать решение о внедрении в игру. Ну, судя по всему, опять все упирается в техническую часть. Очевидно, у разрабов нет возможности изменить баланс, сэндбокс и все вот это вот только в одном плейлисте, либо во всей игре, либо нигде. Но вот загвоздка. Именно такое и необходимо тестировать. Проверка новых игровых режимов сама по себе не имеет столько смысла и не увлекает надолго. По крайней мере, надеюсь, что в бандже работают над каким-то крышесносными режимами в гарниво, с реликами, флагами и так далее. Ну а пока, ладно, начало положено, теперь будем наведываться в этот режим с пробиркой и следить за тем, как банджи будут развивать эту тему. В заключении лишь повторю мысль, которую говорил на релизе военного разума. Переломный момент, ребят. Диалог сообщества и разработчиков начат, и его плоды ощущаются уже сейчас. Я вот твиттер пока чекал, там народ уже накидывает массу идей для режимов игры. Пишите в комментарии, что думаете о полигонах Горнила, чего вам бы хотелось на них видеть и как идея в целом. А я пока прощаюсь, не забудь подписаться на канал и до связи! Субтитры сделал DimaTorzok